Доброе время, уважаемые партнеры! Всех вас приветствую! С вами ваш друг Андрей Шаура, президент Академии Успехов Вместе. Сегодня мы будем говорить о правильном старте для того, чтобы достигнуть больших успехов вам в любом виде направления. Но так как я являюсь еще бриллиантовым директором компании Бэпик, я вам буду рассказывать еще как и с точки зрения бриллианта достигнуть наивысших результатов в направлении Бэпик. Если вы готовы, тогда давайте это обсуждать. Итак, очень важно, друзья, правильно стартовать, потому что от вашего старта будет зависеть ваш финиш. Давайте с вами сейчас рассмотрим, что является правильным стартом именно в построении успеха и в развитии бизнеса Бэпик. Главным фактором является мышление. Вы все сюда пришли, имея за плечами определенный опыт. Я рекомендую старый опыт именно в этой индустрии забыть. Просто доверьтесь. Потому что если вы сюда пришли без Ламборджини, без Мерседеса, у вас есть кредиты, у вас есть трудности, то я рекомендую сегодня услышать то, что может вашу жизнь изменить. Потому что мы будем говорить именно о возможности успеха, большого успеха. Где есть путешествия, где есть доходы, где есть награды, где есть недвижимость, машины и многое другое. Понимаете, вот когда люди строят первый дом, они делают много ошибок. Делают второй дом, ну строят, они делают уже меньше ошибок. И когда они уже делают десяток домов, то последний дом их становится самым лучшим. Кто со мной согласен? Потому что уже понимают, какой материал нужен, как правильно оптимизировать. И вот в индустрии успеха то же самое. Когда ты строишь твой успех, свои действия, то ты изначально ошибаешься. И конечно, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что изначально каждый должен это понимать. Что существует несколько видов успеха. Я их оба одобряю. Первый вид успеха это ты делаешь и ты ошибаешься и сделаешь. Ошибаешься и делаешь. Ошибаешься и делаешь. То есть простыми словами. Ты делаешь много и ты много ошибаешься. И ты за счет своих же ошибок становишься чемпионом. Но я не хотел бы, чтобы вы на сегодняшний день в современном мире использовали первый вариант. Почему? Потому что мы должны понимать важный смысл. Лучше учиться на успехи успешных людей. То есть тогда вы сделаете наименьшее количество ошибок. Вот когда мы начинаем учиться на успехи успешных людей, мы делаем наименьшее количество ошибок. И вот как нам сегодня лучше всего действовать. Это начать развивать именно свое мышление за счет правильных тренингов, за счет правильных книг, за счет правильных рекомендаций. И также очень важно находиться в кругу людей, то есть находиться с ними на встречах, на презентациях, на тренингах, в разговоре по телефону, по скайпу, лично где-то в беседе, в кафе, в ресторане, которые являются лидерами этого направления, этой отрасли. Ваше мышление будет развиваться гораздо быстрее, когда вы будете среди таких людей. И вот сразу вам хочу сказать. Вот здесь есть человек, который мыслит маленько по-другому. Не так, как, например, мыслит другой человек. Это тоже нормально. В индустрии бизнеса, понимаете, важны определенные, определенные четкие законы. В построении бизнеса, понимаете, есть самые важные моменты. Это мышление, это действие. То есть первое, как ты мыслишь. Второе, как ты действуешь. И действовать, понимаете, нужно быстро. Как орел. Много. Долго и правильно. То есть ваши действия, они должны быть сфокусированы. За определенное количество времени вам необходимо выполнять наибольшее количество, понимаете, звонков, приглашений, роликов, переговоров. Иногда мы слишком растягиваем свое время. Кто согласен со мной? Где-то много пьем чая, где-то много отдыхаем, где-то смотрим телевизор, где-то какой-то журнал читаем, в интернете где-то лазим. Так вот, если мы хотим с вами достигнуть высот, то очень важно, понимаете, мыслить совершенно по-другому мыслить. И действовать тоже нужно по-другому. Тогда вы достигнете больших результатов. Вот так. Я попросил не задавать вопросов во время встречи, потому что, как бизнес-тренер, я просто вас удалю. Идем дальше, друзья. Что получается? Получается, что на сегодняшний день нам необходимо, чтобы достигать большего успеха и достигать больших результатов, развивать свое мышление. И оно будет развиваться, если мы научимся слышать. Вот смотрите, я в начале тренинга попросил не задавать вопросов. Но несколько человек задают вопрос, либо утверждают. Вот это есть понятие мышления. То есть человек только слышит то, что он хочет слышать. То есть у человека его проблема выше, чем то, о чем говорят. Вот так никогда не достигнуть высот. То есть изначально нужно услышать, ага, сейчас я на тренинге, а вопросы можно задать в конце встречи. И что человек делает? Он начинает на тренинге обучаться. Он изначально пришел на обучение и начинает обучаться, потому что его проблема уходит на третий план. Потому что если проблема на первом плане, он знаний не услышит. Он все время будет думать совершенно о другом. Поэтому на сегодняшний день все успешные люди обучаются. И я в том числе и обучаюсь. Если вы следите за мной в инстаграм, в соцсетях, то вы заметите, что я посещаю тренинги, я общаюсь с наставниками, с лидерами. Я встречаюсь с партнерами. Почему? Потому что только развитие, постоянное развитие сделает тебя сильнее. Теперь смотрите. Я являюсь сегодня бриллиантом в бизнесе БЭПИК. У меня один из самых больших доходов. Также являюсь президентом академии. Но до сих пор обучаюсь. Успешные люди, они должны развиваться постоянно. И вот наше мышление, оно не формируется за один день. Оно формируется за определенный период. И чем больше вас будет огружать людей с высоким мышлением, тем быстрее вы достигнете успеха. Необходимо, когда вы строите бизнес, идете на тренировку, да вообще необходимо жить правильно. У человека есть, вот у каждого из нас, два типа человека. Один это лидер, а другой это такой дурачок Ваня. То есть, человек сам собой играет. Ваня дурачок, ой, пивка сегодня попью. Имеется в виду, это наше мышление. То есть, мышление, оно бывает двух типов. И оно либо проигрывает, либо побеждает ежедневно. Так вот, мышление Ваня дурачок, постоянно, знаете, там, что-то находит, чтоб лениться, чтоб что-то не делать. Наставники плохие, компания плохая, продукт плохой. Долго продукт идет. То есть, о, классный фильм, сейчас фильмец посмотрю. Пивка надо попить. И то есть, энергия уходит не туда. А сильная сторона, она по-другому. Пива не буду, мне надо обучаться. Сейчас будет тренинг, я поеду на тренинг. Мне нужно приглашать людей. Беру телефон и начинаю приглашать. И вот какая, какая сторона мышления вас победит, вот такая жизнь у вас и будет. Никто за вас не изменит вашу жизнь. Я не способен за вас изменить вашу жизнь, потому что вы будете либо Ваня дурачок, либо лидер, который живет также в вашем разуме. То есть, получается, вы сами всего можете достигнуть легко, как только принято решение. Итак, мы поняли, что нужно работать над своим мышлением ежедневно. Второе, мы поняли, что необходимо начинать с себя. Что необходимо начинать с себя. То есть, пользоваться продуктом, просыпаться радостным, ходить на презентации, на тренинги постоянно, приглашать людей, делать ролики, делать рекламу. Мысль заключается в том, что если ты не начнешь, то ничего и не появится. Поэтому изначально, друзья, вы должны понять, что просыпаться надо с радостью, каждое утро. Вот представьте, как классно просыпаться каждый день радостным. Вот я считаю, жить надо так. То есть, просыпаться с правильной ноги, с правильной мысли. Вот ты проснулся, и ты счастлив. То есть, ты радостный. Нет, конечно, бывает, что у людей какие-то сложности. В отношениях что-то не получается, на работе что-то не получается, не получается там по карьере. Возможно, продукт кому-то долго идет, у кого-то там, возможно, до сих пор офис заморожен. И человеку это мешает. Но как только ты научишься при трудностях просыпаться радостным, то ты... Что произойдет? То произойдет важный момент. У тебя все начнет получаться. У тебя и товар быстрее придет. Потому что Вселенная, она относится к человеку так, как он себя ведет. То есть, Вселенная тебе начнет помогать, когда ты начнешь просыпаться радостным, адекватным человеком. Она начнет... Ты же мыслишь уже по-другому. А если ты мыслишь по-другому, значит, у тебя и поступки, и действия уже другие. Значит, вокруг тебя уже и другие люди. Ну, изначально, если вы хотите заниматься бизнесом, БЭПик, что вы должны знать? Первое. Люди, люди, они идут вот за такими людьми. Сейчас я вам дам понять. Вот что здесь видно на этой фотографии? Понимаете, жизнерадостный человек, уверенный человек. То есть, за такими людьми охота идти. А теперь представьте, вы злые, вы недобрые, у вас настроение плохое, оно может быть по разным причинам плохое. Ну, представьте, и вы хотите, чтобы за вами пошли в бизнес. Так вот, я вам открою секрет. Люди, им и так не сладко живется. И они совершенно не хотят идти туда, где геморрой. Кто со мной согласен? Они не хотят ходить на тренинги, где люди, люди с геморроем в разуме. Они не хотят с этими людьми сидеть в кафе. Они не хотят с этими людьми общаться по телефону, по скайпу. Они не хотят с этими людьми делать фотографии, видео. Но не охота с такими людьми общаться, время свое тратить. Так вот, смотрите, оказывается, если мы научимся быть позитивными, добрыми. Вот я в самолете летел с тренинга и фразу вот такую разработал. Добрые люди, сильные люди, злые люди, слабые люди. И вот сами выбирайте, каким вы хотите быть. Вот наш бизнес, бизнес отношений. Наш бизнес, это, понимаете, бизнес добрых дел. Я вот категорически не хочу общаться с людьми, которые, ну, ведут себя плохо. Матерятся, оскорбляют. понимаете, там, не уважают, не ценят. Потому что мне не охота, понимаете, чтоб моя доброта замаралась вот этой грязи. И поэтому я таких людей на расстоянии. На расстоянии, на расстоянии. И всегда хочу и буду находиться среди других людей. Среди каких? А среди этих людей, с которыми интересно находиться, то есть, с которыми приятно иметь дело, которые тебя чему-то научат. То есть, понимаете, интересно вот быть на событиях больших, интересно вот с такими людьми время проводить, которые заряжены. Москва! Давай, поехали! Вау! Вау! Жара! Бизнес! Крутой! Присоединяйтесь! Супер! То есть, вот с такими людьми интересно проводить время. Вот на такие семинары охота ходить, где выступают лучшие бизнес-тренера. То есть, охота находиться вот с такими людьми, да, которые достигают высот. так вот, если вы начнете с себя, то у вас будет меняться окружение, и за вами пойдут люди, за вами пойдут люди. Я не хочу рассказывать один пример, но могу вам рассказать. Значит, есть человек один, который, знаете, хочет обучаться, хочет развиваться, хочет, якобы хочет, но мыслит этот человек, за глаза он такое пишет, мама не горюй называется. У нас есть корпоративный сотрудник, да, там, Иннокентий, там, вы там дурак, то-то, то-то, то-то. Потом там есть один лидер, там про этого лидера там несносный такой-то, такой-то. Да ваш бизнес-тренер там про меня тоже. То-то, то-то, то-то. Ну, то-есть, человек хочет развиваться, но в итоге корпоративный сотрудник плохой, в итоге президент компании плохой, в итоге я как бизнес-тренер плохой. Короче, там послушаешь такие слова просто. Как тяжело человеку живется, потому что изначально он нашел проблему не в себе, а он нашел проблему в компании, в лидере, во мне как в тренере и в корпоративном сотруднике. Вы ловили мысль, друзья? То-есть, человек обхавил всех, причем не в лично вот так, а как вы знаете, корпоративному сотруднику одно про одного сказал, лидеру сказал одно про другого, мне сказал одно про другого, интересная политика. Очень тяжело такому человеку достигнуть высот, очень. Потому что, представляете, какая внутри ну просто жизнь, там ее нет. ну и конечно за этим человеком ни один человек еще не зашел в бизнес. То есть вот парадокс заключается в том, что за этим человеком ни один еще не пришел, ни один не зарегистрировался. Я теперь понимаю почему. Если всех оскорблять, унижать, если не любить всех людей, кто рядом, кто старается помогать, то дальше вселенная ничего не даст. И за таким человеком просто другие не пойдут. Итак, мы что поняли? При построении бизнеса БЭПик нужно быть радостным, счастливым. То есть, чтобы люди за тобой пошли, нужна энергия. Второе. Компания БЭПик новая. Что вы должны понимать? У любой новой компании есть плюсы и минусы. У компании, у которой 10 лет, есть плюсы. Выстроена инфраструктура, все работает, там партнеры крутые, развитие, но возможно бизнес-план не такой, возможно не та технология, то есть штамп чего-то может не быть. Возможно рынок занят, а в новой компании есть плюсы. Рынок свободен, ты тут первый, ты можешь зарабатывать тут деньги, но в новой компании ты сам создаешь успех, то есть в новой компании по сути не может быть сразу же супер-пупер доставки, супер-пупер упаковки, супер-пупер там ролики, потому что она новая, она их еще не создала. она ведь на то и новая, чтобы создать со временем лучшую доставку, чтобы создать лучший сервис, лучшие буклеты, лучшие ролики, лучшую инфраструктуру. Кому понятен пример? Так вот, если вы пришли в бизнес Beepik, то вы должны понимать, что здесь вам точно нужно терпение, потому что здесь вы первые, все сливки у вас, вы попали в закон 1.9.90, вы в одном проценте, вы будете получать самые большие доходы, но вам терпения надо больше, чем всем, потому что вы четко должны понимать, что вы пришли не в Mercedes, который уже везде работает, а вы пришли в Beepik, но вы здесь первые, вы здесь первые, и вот у вас вот это преимущество, что вы здесь будете получать большие, большие преимущества, перспективы, и компания Beepik платит новичкам в 15 раз больше в среднем, чем в других компаниях, и лидеры получают в 5 раз больше, чем лидеры в других компаниях, и у нас проще получить автобонус, премию, в среднем в 20 раз проще, чем в других компаниях, то есть, видите, сколько преимуществ, но, так как компания новая, вы должны понимать, что не все так, как вы привыкли, например, с какой-то большой компанией, когда имеете дело, вот вы приходите, например, там, железная дорога, и вот вы привыкли, что у железной дороги там все работает, вот здесь вы должны понимать, что здесь вы создаете этот успех, на любые документы нужно время, правильно, или неправильно, то есть, любые документы нужно время, буклеты на русском нужно время, доставка, чтобы лучше работало, нужно время, служба поддержки профессиональной на русском языке нужно время, то есть, вот этот очень важный момент нужно понимать, что нужно время, 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 и терпение, и рано или поздно это все будет, рано или поздно, но не сегодня, и не завтра, и когда вы это поймете, вы будете этот бизнес делать проще, ну, то есть, вы будете понимать, блин, так я же первый, и эта компания все сделает рано или поздно, через полгода она сделает, три месяца, год, но если я сейчас не буду этот бизнес делать, то мое место займут и другие сделают, понимаете, мышление, один человек меня как бы немного расстроил, знаете чем, сейчас я вам объясню, один человек меня расстроил вот чем, он стал зарабатывать здесь деньги, причем неплохие деньги, и мышление почему-то знаете засралось, то есть какой-то момент этот человек стал говорить в своем мышлении, смотрите, компания работает в правом поле, что такое в правом поле, компания зарегистрирована в Америке и работает по законам Америки, когда мы заказываем продукт, когда мы заказываем продукт на сайте, то мы заказываем продукт в интернет магазине, И компания посылает этот продукт нам. Так вот по законодательству Российской Федерации и СНГ никаких документов на этот продукт не надо. Так работает правовое поле. То есть работает компания, там продукт зарегистрирован, там компания платит налоги, и мы покупаем в интернет-магазине. Все. По законодательству России и СНГ на этот продукт никакие документы не нужны. Потому что этот продукт мы не продаем в аптеках. Мы его просто заказали для себя. И, конечно, компания делает все правильно, она развивается, она делает отправку более 200 стран мира, ни один закон она не нарушает. Но вот у этой женщины, понимаете, какая проблема, мост засрался. Она говорит, о, это все фигня, это Китай, это Липа. Хотя деньги, когда вы на сайте заказываете, уходят в Америку, на американский счет. Хотя, когда доставку вы получаете, там написано в отслеживании, что с Америки отправлено. Правильно, друзья? Хотя наша фабрика, наша фабрика находится в Америке, понимаете, вот она наша фабрика. Видите? В Калифорнии. Но вот это мышление, мышление, человеку мешает делать дела. Мысль поняли, друзья? Ну и вот этот человек, даже бизнес еще не начал, то есть месяц прошел полтора и всякую херню начал говорить. В итоге что? Человек у нас заработал хорошие деньги, а потом стал заниматься уже другим бизнесом, уже другим бизнесом, не начав наш бизнес. Так вот в бизнесе БЭПик есть правило, приходить в этот бизнес на 1-3 месяца категорически запрещено, нет смысла. То есть если уж ты пришел в бизнес БЭПик, то ты должен приходить сюда минимум, 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 минимум на полтора года. То есть ты должен прийти и попробовать себя в этой индустрии в течение полтора года. То есть ты должен научиться общаться с людьми, ты должен правильно приглашать, ты должен правильно знакомить людей с бизнесом, с продуктом. За это время компания тебе много что сделает, подскажет, поможет. Поэтому если вы приходите в бизнес, вы должны приходить четко на полтора года минимум. Если у вас нет цели и плана, что вы в этом бизнесе будете получать, то, к сожалению, так устроен мир. Вы здесь ничего не заработаете. Поэтому смотрите, когда я прихожу сюда, я себе поставил цель вот декабрь, вот январь, вот февраль. Это вот 3 месяца, я поставил цель себе на 3 месяца. И потом я себе поставил цель более года. То есть что вы должны делать? Изначально вы должны поставить цель, что вы хотите через год. В плане денег, в плане структуры, в плане времени, в плане здоровья, в плане отношений, в плане развития, в плане успеха. И очень важно, когда у вас будет не только большая цель, а еще будут промежуточные цели. Ну то есть вы должны понимать, каким путем вы идете к большой цели. Я, значит, за первый месяц декабрь заработал более 500 тысяч, за месяц январь заработал более 650 тысяч. И на февраль, на февраль я постоянно вам озвучиваю эту цель. Для чего? Вот как вы думаете, для чего я эту цель озвучиваю? Если я озвучиваю цель на февраль, и вы ее слышите, значит, я должен ее выполнить как лидер. Я на февраль ставлю цель, что минимум доход будет миллион, минимум миллион, а стремлюсь за месяц, а стремлюсь полтора миллиона. И так вот, ставьте промежуточные цели и большую цель. Тогда вы достигнете результата, потому что вы будете идти к этому. Вот простыми словами, друзья, надо понимаете, понять, что если вы не будете действовать, если вы не будете стремиться, если у вас не будет четкой и конкретной цели, то вы ничего не достигнете. И нужно, друзья, нам сегодня понять, что вы хотите. Итак, вы записали, что важное. Вы сдаете сейчас экзамен. Я спрашиваю, что самое важное в успехе. Пишите первый пункт, пишите второй пункт. Давайте, пишите. Вот видите, Александр, ходим на тренинги, а пишем другое. Мышление раз. Второе что? Второе что? То есть мы первое мышление, второе действие два. То есть мы начинаем мыслить и начинаем действовать, потому что без действий ничего не будет. Мышление, действие. Также очень важно, важно, естественно, быть добрым, позитивным, понимать определенные моменты, понимать фундаментальность бизнеса. К чему ты идешь, для чего ты идешь. Да, нужна уверенность. Вот я вам картинку показываю. Уверенность появляется у вас, друзья? То есть, понимаете? Вот она, видите? Это наше новое предложение, видите? В электронном виде. Президент. Наша фабрика. В Калифорнии, видите, да? Наши начисления. Я потом вам пришлю. То есть, когда мы ходим на презентации, когда мы ходим на тренинги, когда мы обучаемся, когда мы действуем, мы становимся сильнее, наша вера растет, потому что у нас лучше это получается. Но очень хорошо, когда мы доверяем, и вот подсказка. Найдите человека. Найдите человека в той индустрии, в которой вы хотите преуспеть, который будет соответствовать тому, что я перечислил. Он будет успешен, он будет успешен, он будет счастлив, он будет счастлив, он будет успешен в плане рангов, в плане дохода. И повторяйте действия этого человека. То есть, найдите там, где вы хотите достигнуть высот, то, о чем я рассказал, вот черты этого человека. И идите за этим человеком. Это может быть какой-то лидер, это может быть наставник. То есть, и получается, старайтесь общаться с этими людьми, встречаться с этими людьми, соответствовать этому. Но ведь вы, раз встали на этот путь, тогда и учитесь у таких людей, кто здесь чего-то достиг. Итак, пошли с вами дальше. То есть, мы обсудили, что компания новая, нужно терпение. Но вы получите самые большие сливки. То есть, не все будет сразу гладко, но самые вкусные сливки будут у вас. Обязательно, друзья, чтобы достигнуть успеха, необходимо пользоваться продуктом. Продукт – это и бизнес в том числе. То есть, если мы говорим про продукт, то бизнес БЭПИК – это продукт. То есть, вам нужно быть бизнесом БЭПИК. Далее, сам продукт БЭПИК – это тоже продукт, как личное потребление. Вам тоже надо пользоваться. И вам нужно получить результаты по продукту, по бизнесу БЭПИК. Обрести уверенность. У вас должно быть воодушевление, восторг, заразительность. И необходимо это начать передавать другим людям. Бизнес вам надо будет делать быстро, много, долго, правильно, без остановок. На протяжении полтора года. И вы не должны обвинять кого-то, компанию, команду, наставника, корпоративного сотрудника, лидера в том, что у вас что-то не получается. Потому что ни один человек не является причиной вашего поражения, кроме того человека, на которого смотрите в зеркало. То есть, ищите причину в себе. Почему у вас не растет товарооборот? Почему у вас не растет доход? Я, понимаете, всех, кстати, поздравляю. Денежка пришла. Видели, да, друзья? Я, когда захожу в офис, понимаете, и я вижу, что правильно тружусь, путешествую по городам, хожу на презентации, хожу на тренинги, встречаюсь с людьми, помогаю людям. Я, понимаете, я захожу, понимаете, и вижу, вот они, денежки капают. Видите? То есть, товарооборот растет. Последняя неделя была самой лучшей в истории. Последняя неделя, это первая неделя февраля. Смотрите, видите? Вот товарооборот. 9 тысяч баллов с одной стороны, 13 тысяч с другой, бриллиантовый уровень на одном номере. На втором номере 3 тысячи баллов с одной стороны, 32 тысячи с другой, золотой уровень. Доходы будут приличные за эту неделю. Дальше я вижу, что компания начислила деньги. Здесь определенная сумма лежит. Здесь определенная сумма лежит. Это за, не за самую лучшую неделю, это просто за определенную работу. То есть, я вижу здесь, денежка там, денежка, товарооборот за последнюю неделю вырос. Плюс, за ту неделю мы получим деньги немного позже. Правильно, Артур? Вот. Вот в этом-то и суть. Что я вкладываю много сил и времени. Вот в этом и суть. Но это не все видят. То есть, когда мы говорим о больших деньгах, когда мы говорим про большой успех, то вот все что видят? Вот когда люди ко мне заходят, да? Они вот так видят. Ему легко они думают. Вот смотрите, как думает обычный обыватель. Обычный обыватель думает вот так. Ему легко, у него есть деньги. Вот он бизнес-классом летит. Вот он на хорошей машине едет. Понимаете, многие люди вот так вот думают. То есть, ему легко, у него костюм, у него галстук. Ну, знаете там. Вот оправдание. Ищут оправдание. Вот я вам четко могу сказать. Мне, знаете, почему легко? Потому что я соответствую тому, что перечислил в самом начале. Тружусь много. На длительную основу. Обучаюсь у лучших. Помогаю людям. Стараюсь быть добрым. Услышите, что я сейчас сказал? Стараюсь быть добрым. То есть, то есть, во мне тоже что-то иногда кипит. Но я стараюсь быть добрым. Быть добрее. Потому что доброта, она сильнее зла. И если я добр, значит, жизнь лучше. Хотя не всегда получается. Мы должны это понимать. И вот многие люди думают, ему легко. У него есть имя. У него есть команда. Хотя последнее время я разбил миф. Кто слушал, поставьте цифру 8, где я разбил миф о том, что бизнес бы эпик я начал делать с большой командой. И кто не слушал, цифру 5. То есть, понимаете, многие люди как думают. Вот я пришел в бизнес бы эпик. И они думают, что я сюда пришел. Как вам объяснить. Целую армию сюда привел. Что со мной сюда все пошли. И вот я рассказывал интересный пример. Что бизнес бы эпик я начал с нуля. С нуля. Но у меня был опыт. Мне сегодня построить новое очень легко. Вот я могу построить любое новое легко. Знаете почему? Потому что тот опыт, который есть, это значит называется умение, навык, зарабатывать, достигать высот. Мне сейчас, понимаете, любое дело легко делать. Потому что я заплатил цену. Я знаю, как это делать просто. Так вот, когда я начинал бизнес бы эпик, со мной не один там мега, там супер, там человек якобы сюда не пришел. Рэнди Гэйдж сюда не пришел. А там Амеда сюда не пришел. Сюда не пришла никакая армия. Сюда пришли обычные люди. Это вы. Но вы пришли сюда за счет технологий определенных. Это умение донести информацию до людей. То есть, я создал исходящий поток. Инстаграм, соцсети. Евгения, для слабослышащих, повторяю, я отвечу на ваш вопрос в конце тренинга. Хорошо? А сейчас слушайте тренинг. И вот смотрите, что, друзья, получается. Мысль, которую я хочу вам сейчас сказать, но люди некоторые пытаются ее как бы поломать. Не получится. Пойду до конца. В общем, начал этот бизнес с нуля. Но был опыт и умение. Умение, навык. Навык выводить компанию, выводить, быстро создавать группу, правильно создавать ролики, места, где распространить эти ролики, как это сделать. И вот бизнес Бэпик я начал с нуля. И в первый же месяц, в первый же месяц, получается, выполнил ранг бриллианта. Бриллиант это самый большой уровень. Но я его выполнил. Без супер лидеров, потому что здесь нет тренингейджа. Без Атама Медова, без известных бизнес-тренеров и лидеров. Потому что в этой индустрии можно достигать высот с любыми людьми любого ранга. И еще, знаете, важный момент. Лучше научить новых, чем с лидерами что-то делать. Потому что, когда приходят амбициозные люди, которые любят себя, что-то достигли, с ними сложнее что-то достигать. Потому что, заметьте, есть футбольные команды, где бывает на поле 11 супер игроков, дорогих. Но они проигрывают слабой команде. Кто такие случаи встречал? То есть, вот команда, 11 человек, каждый там по миллиону, по пять долларов стоит, а их побеждает обычная команда, где нет таких. Слаженность обычных людей, закон синергии, дает, понимаете, возможности больших побед. Так вот, бизнес БЭПик я начал с нуля. С нуля. Модераторы, удалите, пожалуйста, Евгению Петрову из конференции. Пусть знает, что у нас есть правило, закон, и мы три раза не повторяем. Значит, смотрите, что получается. бизнес БЭПик любому подходит. Любого возраста, любых профессий, любых достижений. Но если у вас есть внутри жизнь, если у вас есть внутри жизнь, если вы не тупой, если вы слышите, если вы слышите, вот в данном случае я пять раз просил человека, но человек не уважал вас всех. Он продолжал писать, писать и писать. Согласны, да, друзья? Вы понимаете, почему у этого человека нет успеха? Почему ни один человек за ним не зарегистрировался? Потому что человек все время только на своей позиции. Только на своей позиции. То есть, просто человеку все равно на вас всех. А если человеку все равно на вас всех, то как за ним пойдут другие люди? Никак. Теперь с кем я это начал делать? С обычными людьми. Надежда Дручинина, вот мама в декрете в двоих детей. Иван Вовк, обычный инженер. И еще несколько ребят. То есть, было пять человек, которых я добавил в чат в скайп. Они мне доверяют. И я сказал, делаем вот такой ролик, делаем вот такие статусы, приходим все на общую презентацию и приглашаем людей. Не надо рассказывать про бизнес, не надо рассказывать про продукт. Делаем чисто интригу. Что такое интрига? Интрига это когда ты приглашаешь человека на бизнес встречу и он не может отказаться от нее, а ты ему ничего не рассказал. Ты просто заинтриговал, но ты ничего не рассказал. Бизнес нужно делать правильно. Вот это умение. Вот посмотрите, правильное приглашение. Вот послушайте. Вот. Привет, ребята. Хочу вас познакомить с моим наставником, Евгением Белозеровым. Мы с ним развиваем классный бизнес, качественный, разумный. Если вам интересно, напишите нам. Мы реально помогаем людям зарабатывать и сказок не обещаем. Я думаю, что всегда есть смысл разобраться в том предложении, которое по каким-то причинам появляется в твоей жизни. Сегодня не то время, чтобы от себя что-то отбрасывать, но что в дальнейшем может принести тебе косметический доход. На настоящее время мы формируем команду, которая в 2017-м будет делать большие товарообороты и получать с этого такие же большие проценты. Поэтому, если есть интерес, я предлагаю просто-напросто прийти и разобраться с трезвой головой, с железной логикой и с конкретными цифрами и примерами. Добро пожаловать! Увидимся на встрече! Смотрите, коротко, коротко, по деловому мы не рассказали ни про компанию, ни про маркетинг план, ни про продукт. мы, понимаете, заинтриговали. Создаем команду, наша команда будет делать большие объемы, вы будете зарабатывать. Интересно? Приходите, послушайте. И вот таким методом мы начали приглашать людей. И вот я вас сейчас учу сразу же приглашать людей вот таким образом. у вас есть два варианта приглашения. Первое. Вы берете, например, наш ролик вот такой, где ничего не рассказывается, а партнеры говорят о доходах. Привет, ребята, с вами команда успех вместе. Бизнесмен, мой доход за первый месяц более 500 тысяч рублей. То есть, смотрите, вы берете вот такой ролик и даете людям. Вот это первый вариант приглашения. А потом даете на презентацию ссылку. У меня есть академия, и я ее купил для себя. И у меня есть личная ссылка для приглашения. Вот так она выглядит вот здесь. Я захожу вот сюда, кнопка гости, и я вижу сколько человек шестого числа, видите, три. По этой ссылке пришли. И вот эту ссылочку я даю людям потом, говорю, заходи сегодня, будет презентация в такое-то время. Если у вас нет своего робота, вы даете вот такую ссылку бесплатную. Но робот это круче. Когда вы в роботе, вот здесь поставили ссылочку, мой профиль. Сюда оставите ссылку по одному бизнесу, сюда по второму, сюда по третьему. Здесь название робота придумываете, жмете сохранить. Люди заходят на встречу по вашей ссылке. Не вебинар, а здесь будет ваш логин. Они нажимают, заходят, и смотрите, что получается. Они просмотрели ролик, короткий. Им стало интересно. Они пишут имя Андрей, жмут продолжить. И попадают на презентацию. А здесь на презентации рассказывается про бизнес, про продукт, про истории людей. И вот здесь есть кнопка, видите, начать бизнес БЭПик. Они нажимают и регистрируются. Нажимают кнопку менеджер и связываются с кем? С тем человеком, кто их пригласил. Поняли, да, мысль? То есть, робот, он чем хорош? Вот когда бесплатный робот, видите, он просто на конференцию приводит, но человек зарегистрироваться не может. А когда ваш платный робот, когда ваш платный робот, человек может зарегистрироваться. Вот это бесплатный. У бесплатного работают что, презентации, тренинги, чат, но он нигде зарегистрироваться не может. Вот это бесплатное. Он, видите, жмет менеджер, а ему говорят, свяжитесь с человеком, кто дал вам ссылку, жмет начать бизнес, а зарегистрироваться не может, а у платного робота, у платного робота другая система, у платного робота что получается, вы дали чеку ссылочку, человек зашел, идет презентация по бизнесу и мы говорим, нажмите кнопку начать бизнес и зарегистрируйтесь бесплатно, чек нажимает и появляется бесплатная регистрация, видите, в БЭПИК, мы говорим, нажмите кнопку менеджер, свяжитесь с вашим менеджером, и так как я дал своего робота, видите, человек видит меня, он видит мой контакт, фейсбук, одноклассники, скайп, со мной может связаться, это тоже технологии, то есть грамотно нужно работать в той индустрии, где команда работает современно, мысль друзья уловили, то есть очень важно не просто строить бизнес и не просто важно еще мышление, а еще важно находиться в структуре людей, которые используют технологии, так вот нашей команде лучшие технологии значит сейчас я вам дам, а вы скопируете промо-ролик промо-ролик давайте вот так, раз, даете вот такой второе, даете ссылку на приглашение, вот это бесплатное для всех, но лучше купить своего робота, своего робота, чтобы купить, вам необходимо связаться с человеком, кто вас пригласил, сделать бесплатную регистрацию, бесплатную регистрацию в академию, и вот это тоже скопируете, здесь рассказывается, как настроить робота, для чего он нужен, примеры рассказываются, то есть вы зарегистрируетесь по ссылке, кто вас пригласил в академию, она бесплатная, потом активируете робота, здесь все рассказывается, как настроить, для чего он нужен, вот, кстати, есть еще новое видео по роботу, обзор, про лендинг, то есть у нас есть вот такой лендинг по BEPIC, вот такой лендинг может быть у каждого из вас, то есть это уже готовая страница, вы робота купили, настроили, и у вас будет специальная страница, которая будет выглядеть определенным образом, сейчас мы, вот видите, человек зашел, здесь презентация BEPIC, здесь фото людей, здесь видео, как деньги получаем, здесь лекция академика, здесь результаты людей, и здесь ссылочки, видите, на вас, то есть вот уже готовая система, то есть уже готовая система, которая помогает вам делать бизнес, то есть это тоже в роботе есть, этому нужно обучаться, то есть то, что я сегодня говорю, мне очень понятно, и поэтому мне легко делать бизнес, вот обзор робота, еще добавьте вот сюда, это новое видео, обзор академии, также необходимо это изучить будет, у меня, видите, есть документ на рабочем столе, я все полезные ссылки, правила чата, ссылки на чаты, все копирую в этот документ, вы тоже создаете документ на рабочем столе, для того, чтобы важная информация всегда там была, договорились, то есть у вас должны быть, понимаете, полезная, ну, полезная библиотека для построения бизнеса, также вот можете давать вот такой промо-ролик, где пенсионер заработал деньги, тоже вот промо-ролик, вот такой можете промо-ролик давать, то есть чередовать их можно, где вот видите автобонус премия. Итак, смотрите, как я начал бизнес БЭПик, никому ничего не рассказывал, я не общаюсь с людьми в скайпе по часу, по два часа, по полчаса, я всех приглашаю на презентацию, знаете почему? Я не настолько глуп, чтобы потратить на каждого человека по часу, по 30 минут, по полтора часа, когда это можно сделать за одну встречу. Уважайте свое время. Если вы начнете, то есть правильно инвестируйте свое время, если вы начнете всем рассказывать про бизнес, это будет большая ошибка, потому что есть презентация, куда вы приглашаете людей. Завтра, кстати, изучите расписание, запишите, понедельник 14.00, вторник 19.30, среда 19.00, среда 19.00, четверг 14.00, пятница 19.30, суббота 12.00, воскресенье 17.00, москвы. То есть, видите, вам нужно изучить расписание. Вы сами посещаете все эти встречи обязательно. Полтора года подряд, это ваша работа. Ваша работа посещать эти встречи, потому что это ваша работа. На этих встречах вы будете повышать навыки, веру, квалификацию, вы будете видеть результаты других людей. За счет этого вы будете расти. Вы будете видеть, как кто-то растет. И вы будете понимать уровень этого бизнеса, перспективы этого бизнеса. Поэтому запишите расписание и давайте его людям. Можете красиво это расписание еще оформить. Ваши партнеры, вы, вся ваша структура, она должна ходить на встречи, если вы хотите больших достижений. Если не ходит ваш лидер, значит он не лидер. Если не ходит ваш новичок, значит он не будет лидером. Вам не надо смотреть на других, вам надо смотреть на того человека, который для вас является примером. То есть вот есть люди, они зарабатывают, у них получаются. Значит надо делать просто то же самое, что и они. Все. Если вы будете смотреть, новичок не ходит, я не буду ходить. Вы смотрите, лидер какой-то не ходит, я не буду ходить. Все, вы рано или поздно остановитесь, у вас не будет результата. Большого, большого. Я говорю про большой результат, я не говорю про маленький результат. Маленький результат меня не интересует. Потому что бизнес это предпринимательство. Понимаете? Евгения, это расписание всех встреч именно по бизнесу БЭПИК. Что вы еще должны понимать? В академии есть расписание. И в академии у нас есть разные виды направления. Так вот, если вы занимаетесь только БЭПИК, и вам другие бизнесы не интересны, вы на другие встречи не ходите. И вы на другие встречи тогда людей не приглашаете. И я вам дал чисто по БЭПИКу расписание. Вот. И если, конечно, вы занимаетесь другими видами бизнеса, у меня просто есть ребята, которые занимаются, они ходят на все встречи. И они зарабатывают и там, и там, и там. Это тоже их право. То есть вы занимаетесь тем, что вам близко по душе. И 80% времени туда посвящаете, посвящаете, посвящаете. Пошли дальше. В общем, я начал бизнес, имея опыт, и пять простых людей. Согласитесь, Надежда Дручинина, мама двоих детей, это обычный человек. Все согласны? Ну, то есть, имеется в виду, не легенда мирового бизнеса, да? Да. Согласитесь все, что парень завода, парень завода, Иван Вовк, обычный инженер, который на заводе работает, это обычный парень. Согласны? То есть, это не миллионеры, это не какие-то легенды. Как вы понимаете, ни у Надежды Дручининой, ни у Ивана Вовка, и у ряда других ребят не было ни структур, ни денег. Согласны? Потому что они не собирали стадионы. Ну, то есть, я вам простой пример рассказываю. Ну, и вот эта технология. Ребята, я говорю, доверие, делаем вот так. Такие-то ролики, такие-то заметки, такие-то статусы, вот так-то приглашаем, и потом добавляем их в чат. В скайпе у нас есть чаты, в скайпе. И в чатах я давал рекомендации. Понимаете? И в чатах давал рекомендации. И самое, что интересное, когда я давал рекомендации в чате, то их все выполняли. Сейчас чаты немного испоганили. Сейчас чат, это вот знаете как, в каждом чате сейчас не пять человек. Сейчас в чатах по шестьсот человек. И очень много новых людей, которые совершенно не понимают, что такое система, что такое общение, что такое бизнес. У них свой определенный опыт. И получается, что они, ну, в чатах, как бы, понимаете, я сейчас даю ценную информацию. А в шестьсот человек друг другу класс жмут, привет друг другу пишут. То есть они о бизнесе, понимаете, как, то есть ценной информации нет. Они не о бизнесе говорят. Перепалка там. И когда я даю ценную информацию, они ее не видят. И вот пять этих человек они видели. И я четкие указания даю, они делают, 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 делают. Потом чаты выросли. Но они выросли за счет этих технологий. Сейчас я рассказал в чатах, что ребята, давайте меняться, у вас очень много, давайте делать то, что надо. Давайте работать по законам, тогда вы достигнете высот. И наши пять человек стали добавлять новых партнеров, новых партнеров. Те стали делать так же. Интрига, интрига. И у нас вырос бизнес. У нас вырос бизнес. Почему? Потому что мы делали правильные поступки. То есть мы делали правильные поступки, и поэтому он вырос. Сейчас я дам вам ссылки на WhatsApp, чат WhatsApp и на Skype. В чатах просто будьте наблюдателем. То есть вот я даю важную информацию, вы ее читайте и выполняйте. В чатах, если новички задают вопросы, вы им не отвечайте. Чаты должны быть деловыми. Деловыми. Тогда бизнес будет лучше. То есть хи-хи, ха-ха, анекдоты. Это все не работает. В корпоративных чатах работает полезная информация. В корпоративный чат вы можете скинуть ваше видео, как вы похудели. В корпоративный чат вы можете скинуть свой доход. Вот это правильная информация. То есть в чаты корпоративные можно скинуть свое видео по бизнесу Бэйбек. Значит, вот эта ссылочка, это WhatsApp на телефоне. очень важно быть в этом чате, потому что в любой момент я туда могу скинуть важную информацию. Теперь смотрите, по скайпу. У нас есть три чата скайп. Лидеры должны находиться в трех чатах, а новичок хотя бы в одном. Почему лидеры должны в трех находиться? Потому что лидер в каждом чате должен скидывать свой результат по доходу, свой результат по продукту. То есть лидеры в чатах, они работают на команду. Если, друзья, вы меня поняли, моргните. Я увижу, что вы моргнули, вы поняли. Итак, лидеры должны быть в трех чатах в скайпе плюс один WhatsApp. Плюс лидеры должны посещать все встречи. И лидеры должны в чатах WhatsApp, Skype и вот здесь на тренинге писать свои результаты по продукту, по доходу. Вот это называется правильная работа в чатах, когда лидеры работают на команду. Лидеры и новички в чатах между собой не должны общаться. Не должно быть перепалок. В чатах новички могут задавать тупые вопросы, потому что любой тупой вопрос делает новичка мудрым. И лидеры не должны хохотать над тупостью новичка, потому что когда-то лидер был таким же новичком. Это закон уважения. В чатах могу отвечать на вопросы только я. То есть новичок задает, я отвечаю. Все, меня нет сутки, все молчат. я есть, я ответил. Хорошо, друзья? То есть это очень важно, потому что должен быть позитив в команде. На нас смотрят люди в чатах, как мы разговариваем, как мы ведем, какая у нас политика, какая у нас корпоративная этика. Вот. И мы должны быть лучше. 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 Я повторю вам ссылочку как настроить робота. Сейчас. Вы попросили? Пожалуйста. Вообще робот это круто, но им не научишься за месяц, за два, за три. Время надо. Так, пошли дальше. Правильное общение в чатах. Сейчас давайте сделаем так. Если вы лидер, у вас уже мышление другое. Лидер это кто? Как вы думаете, кто такой лидер? Кто здесь лидер в этом чате? Скажите мне, кто здесь лидер? Вот дайте мне ответ, кто сейчас лидер в этом чате? Почему вы-то, ребята? Это ты лидер. Ты лидер. Понимаешь, мысль заключается в том, что лидер это ты. Ты новичок, ты лидер. Ты уже лидер, ты все равно лидер. Мысль заключается не я лидер, ты лидер. Ведь тебе придется делать ролики, ведь тебе придется приглашать, ведь тебе придется держать удар, ведь тебе придется пахать. Если понятно, моргните, то есть ты лидер. тебе делать надо будет дела-то. За тебя никто. Крышку унитаза за вас кто-нибудь поднимает дома? Вот когда вы в туалет ходите по нужде, кто-нибудь крышку поднимает в туалете за вас? Так вот и в бизнесе также никто не поднимает. Я за вас не буду делать то, что вы должны делать. Я не смогу этого сделать. У вас есть свои руки, свои глаза, свой мозг, у вас есть там понимаете свои какие-то своя жизнь. Вам это надо делать. Так вот вы лидер. Вы лидер. Теперь вот если вы лидер, запишите, запишите, вот у вас есть чат ватсап, вот видите уже кто-то присоединился, молодец. У вас есть чат три, у лидера есть три чата скайпа, у новичков один хотя бы. И вот если ты лидер, то ты сейчас пишешь результат по бизнесу, по доходу, свою специальность и свой, и по продукту. И что мы делаем? Мы заражаем других людей, мы даем им уверенность, и они эти результаты будут рассказывать потом другим людям. То есть нашим бизнесом, в бизнесе есть закон. Запомните этот закон. Самое ценное, что есть это люди в любой компании. Так вот смотрите, самое ценное, что есть это люди, а люди есть в команде, а команда есть в компании. То есть компания и команда без людей никакой ценности не имеют. Люди создают истории по продукту, по доходам, и люди идут не за компанией, люди идут за людьми и за историей. Как вы думаете, я прав? Откуда бы вы узнали, что есть компания Beepic, если бы Андрей Шаура вам об этом не рассказал? Ведь это Андрей Шаура рассказал. Так значит не компания цена, а ценность в человеке. Вот видите? То есть вы ценность, вы ценность команды, вы ценность компании. Вас нужно понимаете боготворить, но вам нужно изначально боготворить доходы, продукт компании, команду, лидеров, наставника. Давайте сделаем так. Вот сейчас у нас есть Skype, вот я его включаю, есть WhatsApp, и есть вот тренинг. Мы на тренинге находимся. Пишем результат по доходу, и результат по продукту, и во все чаты. И мы начинаем заражать всех правильным вирусом. И кто-то сидит в чате, семечки щелкают, в потолок смотрит, и мало времени этому бизнесу уделяет. И тут начинается. Один заработал, второй заработал, третий заработал, у четвертый похудел, у пятого давление стабилизировалось. И что начинается, друзья? Вирус. Вирус. Вы эти результаты копируете в текстовый документ, и потом об этих результатах рассказываете другим людям. То есть ваш бизнес будет двигать историю людей. Вы новичок, у вас нет истории. Вы скопировали все результаты людей, и об этих людях и рассказываете. если понятно, моргнули. То есть вам нужно рассказывать об этих результатах, которые мы сейчас будем писать. А сейчас, когда все моргнули, пишем результаты по специальности. Вот видите, я пишу. Инженер, мой доход за первый месяц декабрь 500 тысяч рублей, за январь 650 тысяч, за февраль будет более 1 миллиона рублей. Вот я беру, копирую текст, скидываю в чат и заражаю людей. Захожу в WhatsApp, скидываю в один чат, во второй чат, в третий чат, и заражаю людей. Дальше захожу вот чаты, видите, три, и я в один скидываю, во второй скидываю, в третий скидываю и заражаю людей. И когда мы начинаем это делать все, а лидер находится в чате WhatsApp, и в трех чатах Skype, то у нас у всех структура быстрее будет расти, потому что люди начнут видеть, что здесь есть деньги и продукт работает. И вот так я начинал делать бизнес Baby с нуля, рассказывая про результаты свои партнеров, было это в промо-роликах, и к нам приходили другие люди. Мы пришли сюда без армии, но у нас был опыт, как это делать. И вот видите, пошло-поехало. Вот они, ролики, как началось. Вот он, я говорю, видите, что вот мы начинаем бизнес, промо-ролик, вот он, видите, ничего не рассказал. Вот что такое интрига, смотрите, вот. Внимание, специальное предложение, впервые в истории, запуск уникального бизнеса, лучший автобонус в мире, при поддержке гуру индустрии, до старта всего пару дней, глобальность зашкаливает, запуск одновременно более 200 стран мира. Ну, до конца ставить не буду, но я этот ролик просто дам вам послушать. Дальше. Люди заработали первые деньги. Я следующий ролик, понимаете, вирус, и в чат и в скайп пишу, и в рассылке, и следующий ролик, уже другой, уже истории, понимаете, вот, смотрите. Привет, ребята, с вами ваш друг Андрей Шаура, мы с Эриком, с моим другом, для вас готовили проект три года, он запустился, сегодня ровно сутки прошли, давайте посмотрим итог первого дня по доходам. Захожу в кабинет, значит, первый вид дохода, здесь мы видим 400 долларов, плюс 30 долларов, плюс 77, плюс 100 долларов, 607 баксов за один день, курс 67 рублей, 40 тысяч рублей за одни сутки доход, если тебе интересно, пиши мне, подключу тебя к системе, то есть вот это второй ролик уже пошел, видите, то есть вот истории людей, потом проходит время, видите, следующий ролик, опять история, опять история, опять результаты, привет, ребята, с вами ваш друг Андрей Шаура, как вы помните, мы с Эриком, с моим другом запустили проект, который три года для вас готовили, бизнес огонь, чеки просто поражают, значит, итак, теперь понятно, как рассказывать о бизнесе, то есть о бизнесе вот так рассказывают, не рассказывают, не рассказывают маркетинг план, не рассказывают продукт, не пересказывают час лекцию, просто работают в системе, то есть система, это чаты, это чаты, вот они, видите, чаты, в скайпе, это чаты ватсап, это чаты на презентации, на тренинге, И когда мы все договорились, мы как единый организм начинаем работать. И я могу сказать, что доход за последнюю неделю примерно, сейчас я вам скажу примерно, какой будет, за первую неделю февраля, вот по такой системе, вот по такой системе составит, я сейчас скажу примерно, разные просто бонусы будут. У нас начисления проходят каждую среду, и за последнюю неделю, за последнюю вот эту неделю, мы в следующую среду получим деньги. Так вот, примерный доход будет, примерный. Вот примерно вот такой будет, ну там, сложите сколько получится. Возможно больше, возможно больше. Это я просто так, по минимуму посчитал. И вот, друзья, вот так мы должны работать. Мы должны работать в системе. Вот видите, Надежда Андреева, молодец. Она академик. Вы ее лекцию по продукту слушали. Вот видите, она присутствует на тренинге. Заработала более 3000 долларов. Похудела на 5 килограмм. Да, Вера, за неделю, но это еще не все, это минимум. Сколько получилось-то, Вера, сложили, нет? Это минимальный доход, который я вот сейчас сложил. То есть минимальный. Нормально, нет? Там еще разные бонусы есть и так далее, и так далее. И это только начало бизнеса. Вот вот 3500 долларов, грубо так скажем, да? 3500 долларов, грубо. Это без приглашений. Это без приглашений. То есть это доход без приглашений. Это доход без автобонуса. То есть у нас в компании есть много доходов. Я сюда не прибавил. Я сюда не прибавил автобонус. Я сюда не прибавил приглашение. Приглашение. И еще ряд там доходов. То есть это я вот вам такие минимальные доходы сложил, которые вот примерно должны начислиться в среду. Нормально, да, ребята? Вот видите, пишут люди в чатах, молодцы, горжусь вами. Так вот нам нужно научиться друг другу доверять и друг друга поднимать. И когда люди будут видеть наши истории, что мы похудели, помолодели, что у нас люди заработали разного возраста, разных профессий, то за нами и другие пойдут. И вот все, кто сейчас пишет результаты в чате, это новые люди, которых я никогда не видел. Вы поняли мысль? То есть бизнес-бэпик я начал с нуля. С нуля. И все, кто пишет в чате результаты по доходу, это все люди, которых я никогда не видел. Вот я вам показываю фотографию. Смотрите. Вот это вот встреча в Москве. Сейчас будем смотреть. Вот это встреча в Москве. Ни один человек, которого вы здесь видите, вот они люди, не был со мной в другом бизнесе. То есть они не были в команде «Успех вместе». Все люди, кто пришел в Москве, полный зал, я ни одного из них в команде «Успех вместе» не знаю. Это все новые люди. Вот Иркутск. Все, кто здесь стоит, это все новые люди, которых я никогда ранее в команде «Успех вместе» не знал. Друзья, вас информация впечатляет? Вот четыре лидера с Иркутского региона. Ни одного из них я не знаю. В каком плане? Они в команде «Успех вместе» не были. Теперь смотрите. Девятого февраля я буду выступать в Иркутске. Завтра будет полный зал. И я там никого знать не буду практически. Одиннадцатого февраля я буду выступать в Улан-Удэ. Кто в Улан-Удэ пойдет, напишите. Кто в Иркутск пойдет, цифру 3, кто в Улан-Удэ, цифру 5. И я этих ребят тоже не знаю. А теперь фишка. Третьего марта я буду Казахстан. Казахстан. Поставьте цифру 3, кто с Казахстана. И я никого из них не знаю. Ребята, я разбил вам миф. Никого не знаю. Вы не поверите. Так вот, я просто построил этот бизнес, потому что у меня есть навыки. Навыки выведения бизнеса на рынок. Я знаю, как промотировать. Как интриговать. Как направлять. И этому я сегодня вас и обучаю. И самое интересное, это Эврика. Потому что если мы берем множество других лидеров, то они, когда бизнес строят, то с ними идут команды. Согласны со мной или нет? То есть там структуры, команды. Они из одного бизнеса в другой переходят. А у меня по-другому система выстроена. У нас есть несколько видов бизнеса. У нас, например, есть люди, кто занимается... Я как бы не люблю на тренингах это говорить, потому что, ну, разные бизнесы, да? Но чтобы вам было понятно. Вот у меня есть лидер в одном бизнесе. Он в Кыргызстане живет. И я его с собой в Вэпик не позвал. У меня есть лидер в одном направлении, в другом. Я его тоже не позвал. То есть у меня лидеры, вот они, если есть, они там и работают. Вообще я сегодня получаю... Сейчас я вам скажу, от скольких компаний я получаю пассивный доход. От одной компании я получаю более 10 лет. От одной компании более 10 лет пассивный доход. от другой компаний я получаю пассивный доход, не работая более 6 месяцев. В другой компании, это сфера, тоже не буду говорить, 5 лет уже получаю деньги за это направление. Бизнес Бэпик мы только начали. Бизнес Бэпик мы только начали. Это который бизнес мы сейчас развиваем. Здесь мы... Кто-то там в чате написал, вау, у вас доход охренеть кто-то написал. Так, смотрите. Январь, декабрь, это 2 месяца. Вот 2 месяца мы в Бэпике полных прошли. И февраль сейчас, 3 месяц будет полный. То есть представьте, за 3 месяц февраль, 3 месяц доход более миллиона. Итак, с одной компанией более 10 лет, с другой более 6 месяцев, с другой направлением более 5 лет. Вот сегодня я получаю доход, доход постоянный в индустрии сетевого бизнеса с 4 компаний. Работая или не работая. Ну, естественно, доходы везде разные. И не всех людей я позвал в Бэпик. В Бэпик я пришел совершенно, можно так сказать, с новыми людьми. Потому что тот бизнес, который вот более 10 лет, там у меня лидеры, они 10 лет там находятся. То есть есть, ну, структуры, где там люди работают. Вот чем хорош сетевой маркетинг. Я 10 лет уже получаю с одной компании, с другой 5 лет, с другого направления, почти больше полугода. Кто понял, плюс сетевого маркетинга? То есть построив бизнес надежный, вы можете получать какие-то деньги потом долгие года. Но и левел 8, для меня это, понимаете, новый уровень. Вот я здесь хочу достигнуть высот. Больших высот. И хочу, чтобы вы здесь больших высот достигли. Единственное, что нам может помешать в построении этого бизнеса, большого, это, понимаете, что это проект долларовый. Если бакс будет 150 рублей, то ни один проект долларовый развиваться не будет. На данный момент бакс нормальный, поэтому развитие спокойное. И мышление, как бы, американское и СНГ. То есть, понимаете, в Америке другое мышление, не как у нас. У них стереотипы и жизнь другая. Вот единственное, что нам может помешать, бизнес бы эпик поставить на ранг Мерседеса. Это если будет доллар дорогой, 150 рублей, и недопонимание между менталитетом. Все, больше ничего помешать не может. Продукт супер. Продукт нужен всем. Продукт у нас заменяет 10-20, это продукт правильного питания, заменяет 10-20 баночек, скляночек. Наш продукт состоит из трех основных компонентов. Смесь суперадаптогенов, смесь натуральных энергетиков, смесь ценно-пищевых нутриентов. Этот продукт полюбили люди, он реально работает, и вы видите отзывы людей. Я вам дам лекцию академика, и вы послушайте про наш продукт потом, более подробно. А лучше продукт потреблять. Лучше продукт потреблять. Вот запомните одну вещь, никто лучше не расскажет о продукте, чем ваш организм. То есть, понимаете, могут ученые делать исследования, множество документов, множество примеров, лекций, но только ваш организм может рассказать об этом продукте. А чтобы он рассказал, нужно потреблять. Мне сегодня очень много людей посылают информацию. Сахар в норму пришел, давление стабилизировалось, волосы не выпадают. Одна женщина написала, даже боюсь вам рассказывать, друзья, у нее гормоны в возрасте в норму пришли. То есть, она теперь хочет, понимаете или нет? Но у мужчин как бы таких проблем ну не бывает в принципе, а у женщин в возрасте климакс наступает, понимаете? И вот одна женщина написала, что ну нормально все стало. Вот классно же, да, у человека жизнь, ну вот энергия, здоровье. то есть, наш продукт что? Это эликсир жизни, продлевает жизнь, устанавливает процесс старения, омолаживает, заменяет множество баночек, помогает бросить курить, помогает бросить пить. Люди выглядят, но смотрите, как выглядят. Было 100 килограмм, стало 72 килограмма. Вот у нас электрик по образованию Виталий Виталий был вот таким боровым, стал, видите, каким стройным, красивым, подтянутым. Это за 10 дней. То есть, продукт работает. Продукт работает, приносит пользу и дает результаты. Все по продукту рассказывать дальше не буду. Есть лекция академика, продукт классный, мирового уровня, те документы, которые вам нужны, они сразу хочу сказать, по законодательству России и СНГ не требуются. То есть, те документы, какие вы ждете, они вам не нужны. И компания их не должна делать в вашей стране, потому что этот продукт не продается в аптеках. Если всем понятно, моргните. То есть, компания работает в правом поле каждой страны, она не нарушает законодательство вашей страны. Поэтому, если вы ждете какие-то документы, вы их ждете. Компания их делать не будет. Почему? Потому что она не нарушает законов. Компания зарегистрирована в Америке, там есть свое законодательство, компания работает в паровом поле Америки, вы заказываете продукт в магазине и вам продукт доставляют. Все. Продукт имеет что? Упаковку и на упаковке написано, что туда входит. Понимаете? Что туда входит. Все. Это правило. Но я хочу сказать другое. Я лидер. И я знаю, что есть люди с бедным мышлением, со слабым мышлением. Поэтому за свои деньги сам лично, сам лично в течение четырех месяцев сделаю один документ и в течение двух месяцев сделаю второй документ для России и СНГ. То есть, это не компания сделает, я это сделаю из своего кармана. потому что компания не продает этот продукт в аптеках и ей не надо это делать. Друзья, услышали меня? То есть, сам сделаю. Где будет написан, где будет документ российский, что этот продукт соответствует соответствует стандартам качества, которые есть на упаковке. Что он не содержит вредных веществ и это будет официальный документ. официальный документ, который будет зарегистрирован в России. Итак, один будет в течение четырех, другой в течение двух месяцев. Все. Теперь не надо ждать никаких документов. Надо просто действовать. Все договорились, потому что компания работает в правом поле. А вот те документы, которые я сделаю, это уже другой момент, это просто будет визитная карточка. Хотя они не требуются. Пошли дальше. Еще один момент скажу. Никаких исследований клинических по этому продукту не будет и не было. Почему? Потому что это продукт питания. Как вам объяснить? Вот хлеб в магазине вы покупаете? какие клинические исследования на хлеб? То есть здесь все компоненты давным-давно известны. Это яблоко, клюква, брокколи. То есть это натуральные продукты, которые добавлены в капсулу в определенном количестве определенные стандарты. Друзья, кто-нибудь сейчас расширил мышление? То есть на продукт питания, где все уже давно известно, никаких клинических исследований не надо. Это не лекарство. То есть это не лекарство от рака, чтобы какие-то клинические исследования были. То есть тоже не ждите никаких клинических исследований. Это продукт питания. Все. это вы должны понимать. Четко должны понимать. И все компоненты зайдите в Википедию, под ним давно известно. Берете яблоко, Википедия и читаете. И так по каждому компоненту. Хорошо, друзья? Открываете яблоко и читаете, что такое яблоко. Так вот в нашем продукте находится яблоко, клюква, вишня, кардицепс, ганодерма, грибчага, апельсин. Оказывается, как все просто в мире устроено, когда знаешь законы. Легче стало, друзья? Расширилось сознание? Ведь это не лекарство. Какие исследования, о чем вы говорите, какие там клинические исследования? Мы никого не лечим. Это фрукты, это овощи, это специальные компоненты, грибчага, кардицепс и так далее. Пошли дальше. Видите, мне легко бизнес делать, потому что у меня есть опыт, у меня есть знания. Мне легко разговаривать с людьми, я знаю, что говорить, как говорить. Когда вы будете ходить на такие встречи, вы тоже будете людям спокойно аргументировать. доходы бешеные, они созданы с нуля, созданы за короткий промежуток времени, созданы за счет определенных законов бизнеса. Это фокусировка, ну то есть мышление, действия, постоянные действия. Что за это время я сделал? Я провел множество презентаций, множество тренингов, снял множество роликов. Я общался с людьми по скайпу, по телефону и соответствовал системным требованиям. Вот почему результат. Вот почему результат. Понимаете, я не усложнял. и заметьте, мне не повезло. Мне нелегко, мне не повезло. Смотрите, что я делаю. Я плачу цену. Не смотрю телевизор, не играю в игры, не сплю по 20 часов. Я не отдыхаю, как отдыхают все. Я не праздную праздники по 5 дней, а просто смотрите мой график. Вот мы заходим и смотрим. То есть, во-первых, вы каждый день меня видите на портале. В скайпе, в ватсапе. А теперь смотрим. Вот просто, чтобы вам было понятно. Сегодня какой у нас февраля? Смотрите, в Иркутске. Вот просто думайте, Иркутск это другой город. Я провожу в Иркутске 2 февраля встречу. Раз. Вот с людьми. Дальше. 3 февраля я провожу встречу в Москве. Это уже другой город. Дальше. 4 5 я обучаюсь в Москве. 4 5 навыки повышаю. Я не могу как бизнес тренер вас учить, если сам не обучаюсь. Дальше. 6 февраля я провожу встречу в Москве. 6 февраля я провожу встречу в Москве. Помимо этого я еще проводил встречи на портале. Помимо живых встреч. 7 февраля провожу встречу в Ангарске. 7 февраля это уже другой город. Ангарске провожу встречу. Сегодня 8 я провожу тренинг. Вот эту кстати встречу с Москвы я рекомендую посмотреть. Она очень важная. Очень важная эта встреча. Нажмите классно, пишите комментарии. Очень хорошая встреча. теперь дальше смотрите. Завтра 9 февраля завтра 9 я провожу в Иркутске встречу. Вот вам адрес Иркутска. Смотрите 9 завтра Иркутск это другой город уже не там где я живу. Дальше 11 февраля 11 февраля я провожу в Лануде это уже другой город. Дальше с 15 по 20 я провожу встречи в Таиланде Пухет 3 марта провожу Казахстан и 6 марта провожу Москва завтра 9 шалпан завтра 9 вы поняли что не везет не везет ребята единственный мой секрет я после 6 вечера не выношу мусор и дома не свистел вот поэтому деньги заработал но это шутка шутка друзья на самом деле презентации тренинги поездки общения по скайпу по телефону жертвуешь телевизором жертвуешь какими-то праздниками ради достижений ради успеха да вот сегодня уже 9 февраля это началось вот сегодня я провожу в Иркутске а 11 я провожу в Улан-Удэ вот вам адрес приглашайте в Иркутск приглашайте в Улан-Удэ я приеду в Улан-Удэ там будет куча моих любимых бурятов и ни одного из этих бурятов я не знаю вы ловили мысль друзья знаете почему еду потому что я понимаю что чтобы вырос доход нужно вложить время деньги энергию людей мы Улан-Удэ зарвем мы соберем людей которые станут лидерами которые начнут зарабатывать в Казахстане так же сделаем я знаю что мы это сделаем знаете почему потому что мне никогда не везет лично я пашу с утра до вечера долгие года и когда ты пашешь то ты получаешь награды за свой труд вот и вы начните пахать начните пахать пошли дальше нужно быть сильным успешным активным нужно идти за наставником нужно выстроить отношения нужно быть добрым необходимо изучить сайт компании необходимо изучить академию необходимо связаться с вашим менеджером и наставником нужно добавиться в чаты скайп ватсап необходимо посещать все презентации тренинги изучить академию изучить сайт компании посещать все тренинги необходимо начать приглашать людей которых знаете которых не знаете с помощью платной и бесплатной рекламы с помощью телефона скайпа и личных бесед когда вы начинаете это делать то вы начинаете трудиться и рано или поздно ваши действия становятся лучше я вас уверяю первые встречи они у вас будут не такими какие вы хотите но последующие встречи все будут лучше и лучше наша задача сегодня меньше говорить больше делать и лучше рассказывать истории других людей то есть тогда ваш бизнес будет расти то есть не старайтесь рассказать все дайте людям истории других людей у вас должен быть активный робот у вас должна быть активная покупка продуктов бэбик и вы должны стремиться вырасти по квалификации по карьерной лестнице сегодня здесь все равны я ты но каждый из нас может выйти на новый уровень делая определенные действия вот что нужно сделать нам выйти на новый уровень я вам сейчас дам помощь какую помощь вам дам несколько тренингов тренинг по психологии и тренинг по соцсетям плюс презентацию по Москве то есть вам необходимо изучить вот эту презентацию по Москве она очень важная там много интересных моментов потом вам нужно изучить лекцию академика чтобы понимать продукт но лучше заказать продукт дальше изучить тренинг по психологии то что нужно правильно общаться с людьми тренинг по психологии и тренинг по соцсетям это значит психология и тренинг по соцсетям но самое важное если вы хотите большего роста большего роста вам надо просто приезжать на события Казахстан Улан-Удэ Иркутск Москва и ходить вот на такие встречи да я понимаю два часа слушать многим не дано но если вы будете слушать то здесь происходит какая-то ну понимаете поддержка свыше то есть когда вы ходите на эти встречи вот рано или поздно вы получаете что-то необыкновенное и у вас все получается так устроен механизм почему-то вот если ты ходишь если ты ходишь то все улучшается все растет и еще мы должны понимать что есть три пакета пакет один 25 долларов плюс 8 долларов доставка это 10 дней продукта 50 долларов плюс 8 долларов доставка это 30 дней продукта и 90 долларов плюс 13 долларов доставка это 70 дней продукта самый лучший это пакет номер 3 потому что он участвует в премии автобонус и самый недорогой продукт я рекомендую вам соседам с родственниками заказывать пакет номер 3 пакет номер 2 я рекомендую минимум, минимум. Но он не самый лучший. У него нет премии автобонуса. И у пакета номер 2 продукт не такой, не настолько дешевле, как в пакете номер 3. То есть минимум пакет номер 2 рекомендую, желательно пакет номер 3. Если вы занимаетесь бизнесом. На презентациях вы все послушаете, и там поймете бизнес-план, поймете ряд определенных моментов. Там вы все изучите и достигнете больших высот. Есть у меня еще секретные тренинги. Эти секретные тренинги, они закрытые. Где я обучаю людей, там рекомендации даю. Есть специальные закрытые тренинги, их нет. Понимаете, вот, например, вот этот тренинг закрытый, вот этот тренинг закрытый. Там я рассказываю еще, что есть определенные методы. Методы по пакетам, по заказам, по товарообороту. Вам нужно просто сейчас наполнять себя. Вот эти тренинги, вы их не видите, эти ссылки закрытые. Но я вот их вам дал несколько, вот три. Вы их можете изучить, также давать людям. Сейчас я отвечу на ваши вопросы. У кого есть вопросы, и вам, Юрий, и другим людям отвечу. Всех вас благодарю за то, что мы потратили время в плане инвестиций в свой разум. Надеюсь, вы меня сейчас услышали. Сейчас начинается у нас неделя, и очень важно, чтобы эта неделя прошла положительно. Наполнить Иркутск, наполнить Улан-Удэ, наполнить Академию, приглашайте больше людей. Я могу одно сказать. Вот все, кто будет со мной, я буду с вами. То есть, мы с вами будем биться до конца, до победного. Вот вы со мной, и я с вами. То есть, мы зайдем на пьедестал, мы победим. Но главное, не сдавайтесь. Главное, не сдавайтесь. Главное, идите до победного. Победа, она рядом. Рядом. Не упустите вот эту возможность. Мы должны сегодня прибавлять. Прибавлять. И прибавлять нужно в командном духе. Прибавлять нужно в настроении. Прибавлять нужно в доброте. И еще нужно добавлять в профессионализме. Меньше слов, больше дела. Вот я-то с вами сейчас два часа разговариваю, но вы не забывайте, что у меня настроена система работы. У меня соцсети настроены, инстаграм настроен, я людей приглашаю, рассылки делаю, живые встречи провожу. То есть, помимо того, что два часа я с вами общался, вы не забывайте, я еще делаю действия. Вот это вы должны понять. Понимаете? Помимо вот этих двух часов общения я еще что-то делаю. Вот когда вы это поймете, вы начнете делать. Нужно просто начать встречаться с людьми. Нужно просто рассказывать истории, показывать плюсы. И выводить компанию на мировой уровень. Наша компания, она еще ребенок. Давайте научим этого ребенка ходить, побеждать, радоваться и радовать других. С вами был ваш друг Андрей Шаура. Всем успехов, процветания. Кому нужны вопросы, оставайтесь, сейчас на них отвечу. Субтитры создавал DimaTorzok